Герой есть в каждом. Мегафон. Киберспорт начинается с тебя. Включайся. Киберспорт начинается с тебя. Не буду столь, наверное, не буду столь наглым и навязывать вам свое мнение. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого матча вообще в принципе получится. Давайте наблюдать. Сначала поножовщина. Ну, а дальше уже выбор страны за командой МИ. Всех еще раз горячо приветствую. Всем здравствуйте. Ну, и сегодня нас ожидает помимо этого БЛ-3 еще и Гранд Финок. Кто-то же квалифицирует Снайдл Экстрим Мастер Сидней. В Гранд Финале, напомню, ждет уже команда Сволл Патрул. И там уже Гранд Финал у нас будет Best of 5. Но, я думаю, как многие из вас уже помнят, Best of 5 будет с преимущественно в одну карту для команды Сволл Патрул, так как они прошли через сетку винеров. Так что, так, здесь им нужно мьют, мьют, мьют. Так, так, цел, мьют. Вот так вот. Ну что, поехали. Всем еще раз доброй ночи. Здравствуйте. Ну и начинается, наконец-таки, начинается сочный контр-страйк в лице этих двух команд. Ну что же, первая пистолетка. Дигл в исполнении фриказоида. Сразу же выход на мейн от Вардала. Ну и команда Юнайтед в обороне на Аплант. В 3 опорника играют. От Купера уже залетает первый минус по фриказоиду. Фриказоид с Амди Глок здесь не выстрелил, зато выстреливает стил. Неплохое начало. Купер погибает. 4 на 4. Ну и бомба пока что не может определиться, куда ей идти. Но, опять же, что по раскидкам. Один Молик, один Смог. Но, опять же, Молик наверняка полетит за четверку. Точнее, за тройку. И там уже Смог на просвет. Как раз, чтобы можно было бы спокойно пройти в Аплант. И два игра со скрипа, два с мейна. Ну и вот, собственно, первый Молик полетел. Есть информация по дефолту. Но здесь Дапр на НПК стоит. Дапр, ничейк. Тут есть минус от Дапра. Есть минус от Дапра. Два уже. Стиил. Хорошая пачка. Но, опять же, это 2 в 3. Меньшенство для команды Юнайтед. Здесь первой стил. Еще один минус. Но Саброза говорит мне так долго. Да, да, да. Да, да, да. Именно, именно. Вот так вот. Всех мьютит. Всех мьютит. Ну и Вардл один. С Глаком, конечно, не очень хорошая позиционка. В том плане, что и Кома надо ставить. Да и соперники два уже готовы играть на размен. Так что все очень-очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты? Мьют! Мьют! Ол! Цел мьют Ол один. Давайте хоть что-то. Я не знаю, почему я их слышу. Давайте сделаем вот так, наверное. Так. Кто у нас там? Фриказоид любит частенько поговорить. А здесь за мьютить нельзя. Нормально, нормально. За мьютить нельзя. Будем слушать. Отлично, отлично. Ну и что же. Гасты. Проигрывают первый раунд. Ей Юнайтед в обороне берут. Ну и смотрим, что из этого получится дальше. Два игрока на поджим. Да. И нет, все-таки не решились на поджим. Здесь неплохо прилетает с прострелом по куперу. Атака. Отправил уже одного под скрип. Ну и здесь по вардалу залетает от дайпера. Неплохой поджим на мейн. Ну и опять же здесь еще и не птут. Так. 54 против 5 хп. Ну и здесь нужно выходить дайперу. Потому что может быть прострелы. Эти 5 хп просто улетят. Пу! Как пушинка. Ну и посмотрим, что дальше. Дон. Дон мьют. 4 в 5. Так. Ну пока что команда Ghost Gaming никуда не может выйти. Бомба перетягивается в мейн. Оставили одного лерку еще. Кромедом это. Джеймс. И... Да. Погибает. В мейне у нас стил. Со скрипа Нептун. И фриказоид готов выходить уже через мейн. Но знает, что примерно один игрок на погрузчике играет. Есть один минус от фриказоид. Ну а размена от Депра. Ну и здесь Депра еще один минус готовит. Минус по Нептуну. 2-0. Команда Юнайтед на своем пике пока что начинает очень и очень уверенно. Слушайте, парни. А почему я не могу замутить? В чем проблема? Комендатор. Почему в 1080 такая же пиксельная картинка? Брат, по-моему у меня компухана. Либо что-то еще. Потому что опять же все на фул стоит. И я спрашивал у ребят. У всех такие же настроения как у меня. У меня почему пиксели тут других нет? Может быть поэтому. Я не знаю. Честно. Я уже 2 дня подряд. Вот сколько предыдущий эфир, кто со мной был. Была такая же примерно проблема. Сейчас немножко лучше за счет выборки наилучшей. Но так или иначе картинка не очень хорошая. От Купера есть минус от стилы размен моментальный. Но это уже 4 в 3 в пользу команды Юнайтед. Ну и давайте смотреть, что будет дальше. Номер 7. Это фриказоид. Нет, не будет он размениваться. Хотя попытка может быть. Бордел погибает. В мейне на Депра. Фриказоид все-таки разменялся. Но это опять же миншинство для команды Гостгейминг. Это 2 в 3. Нептун плюс фриказоид. Ну, прям очень и очень хорошо. Поэтому, ребят, за качество такое себе. Я не знаю, вообще, мне кажется, игроки не особо рады будут, если они узнают, что их на стриме слышали. Но опять же, зачем вы ее за эти звук игры? То есть, ну такой. Возможно, когда кто-то умер, чтобы в TeamSpeak или там еще где-то не балякать, они ее за эту игру в игре же тогда нужно мьютить друг другу, как они тогда слышат. Странное решение. Парни, ну-ка, за качество я уже вам сказал, поэтому вы уж извините. Вы уж действительно извините. А Дазл есть минус по фриказоиду. Фриказоид, хватит. Узбогуйся. Нептун. Вслед за ним погибает. Это уже 3-0 за командой United. Ну и продолжаем мы смотреть уже дальше. Так, подождите. Voice. Enable. Все. Все. Никаких разговоров больше. Ну что же, поехали дальше. Команда Ghost Gaming продолжает у нас пока что играть лишь с пистолетами. В вооружение не зашел, но зато зашел спрей у Муса. Ну и Дапр также еще помог. Фриказоид разменялся, но опять же, это лишь один минус. Ну, собственно, такое сейчас. Купер. Еще один минус. Это 4-0. Ну, пока что легкий для United. Откровенно говоря, откровенно говоря, я думал, что Гасты ну прям без шансов практически будут выносить команду United, даже учитывая то, что это P-команда United. Но эти парни пока хороши. Эти парни пока что хороши. Так, ну что же. Очередной оружейный. 1 ВП 4 АК 47-х. В исполнении команды Ghost Gaming. И United играют с фолным вооружением. Но там денег еще и на следующий раунд. Возможно, даже на 2 хватит с учетом раскида. Ну и пока что два игрока отправляются под Б-пленд. Это Джеймс. Плюс Нептун. Здесь же и Вардл неподалеку. Но вообще, как-то раз у льда огромная. Ну и здесь подшип на минул. А Дазлор хороший. Минус 2. Вот это отличное начало. 5 в 3 в очередной раз. Команда Ghost Gaming просто-напросто ничего не может придумать в течение вот этих первых 5 раундов. Любой выход моментально пресекается. Команда United. Ну что делать дальше? Ну вот что им делать дальше в такой ситуации? Ну вот куда ты не выйдешь? Тебе моментально уже пресекает эта дружина. Не знаю. Ну просто везде ждут. Абсолютно везде. Ну и здесь по одному уже полезли. Джеймс погибает след за своими двумя тиммейтами. Фриказоит и Вардл остаются вдвоем. Саброза уже выжидает здесь с аугом своих оппонентов. Прекрасно знает о наличии АВП сейчас команды United. Поэтому это прям кошерный раунд должен быть для этих парней. Ну если вообще ни одного минуса не сделает команда Ghost. Ну это просто провал. Купер находит минус по Вардлу. Последний лишь фриказоит остается. И это, дорогие друзья, судя по всему, 5-0. Ну хотя, 5 пятерых фриказоит там пам-пам-пам, демки-муики какие-нибудь. Ну конечно мало в это верится. Это 5-0. Команда United на первом полноценном, уже прям полном-полном оружейном команде Ghost Gaming. Переворачивает их с ног на голову. Просто ни единого шанса. No chance. 5-0. Ну здесь уже за счет стрейка деньги есть у команды Ghost. Они, конечно, могут там до 2000-1900 закупаться. Им там будет капать, капать, капать. Правда, если выиграет раунд, тогда ресеттнется и... Уже такое. Так, ну что же, поехали. Как это, по-плэнт неудачно, он вместе с заброс. Здесь моментально проговорились между трех игроков команды Ghost Gaming. Остается лишь Джеймс и Варл. Варл погибает, а Джеймс лет за ним и чередуя 5-0. Слушайте, а что по статистике? А что по статистике? Ага, 8 фрагов. 8 фрагов за 6 раундов на команду от Ghost Gaming. Ну, я думаю, здесь, знаете, никакой стратегической задумки. Наверное, не суждено сбыться, если у тебя, во-первых, не заходит. А во-вторых, не заходит. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Посмотрим. Опять же, теперь 2 АВП от Стилла и Варлла. Давайте посмотрим, за каждым из них куда пойдет первый. Первый пошел на отстрел Плэнта-Б, попытки там погулять. Ну, а здесь Варлл, возможно, забустится. Ну, вот, Стилл погулял, пошел свою смерть от Дазла. Ох, еще и Хаешка пролетает по Варллу. 61 хп остается. Ну, вот, опять же, начало абсолютно деклассирующее от команды Ghost. Ну, точнее, от команды Юнайт деклассируют они как раз-таки команду Ghost Gaming. Хотя, по мнениям абсолютно всех авторитетных, там, изданий, комментаторов, аналитиков, все вот прямо вот говорят, что, ну, Ghost Gaming, ну, если не 2-0-2-1, так вообще. Но пока, пока начинается все очень просто. Да, многие скажут, что это оборона. Да, Юнайтед на своем пике. Ну, опять же, парни, проблема... И, девчонки, проблема-то не в том, чтобы дать тут просто 6-0. Проблема в том, что это 6-0 без стрельбы. Ну, и там получает по себе урон и Саброза. Ну, и команда Ghost Gaming плавно перетягивается под Б. Ну, а здесь уже Мус со своим АУГом готов выжидать. Здесь же еще и Дазл под винтами. Ну, прям, все слышит команда. Юнайтед абсолютно все сейчас понимает про своего соперника. Слышит этот скопящийся авик. Все они слышат. Ну, здесь залетает от Варлл. Да ладно, Саброза. Размен Саброза. Минус 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Но остается лишь один Нептун. Ну, информации нету. Но самое главное, что она сейчас появляется. И это 7-0 и 2 девайса всего лишь потеряли. 10 фрагов за 7 раундов от команды Ghost Gaming. Парни, я вижу, у вас тут дискуссия развернулась. Позвольте, я немножко пролезу своими 5 рублями. Вообще, я вот не согласен прям в корень, что сторона КТ это прям превалирующая сторона на карте ДКш. То есть, ну, если мы берем тир-1 команды, то скорее да, соглашусь. А если мы берем тир-2, тир-3 команды, то здесь за Т можно набирать не менее, чем и за КТ. Это, опять же, в воле случая. То есть, знаете, это как сейчас со вторым дастом. Бывает, ты за атаку пропираешься так, что у тебя просто там, ну, 12-3, 11-4. А бывает вообще ничего не получается, атака выиграет в ноль. То есть, как по мне, карта Кэш, она вот больше, знаете, вот такая вот карта, которая идет на одном дыхании. Если ты начал хорошо, в принципе, ты ее продолжишь. Да, бывают камбэйки, не спорю и так далее. Но нельзя, как по мне, утверждать, что это только там Т, либо КТ-карта. Здесь мне не кажется, ну, конкретно в этом матче кроется проблема несколько в другом. Нежели просто, что там кто-то играет, а кто-то за КТ. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, ну что же. Очередной оружейный от команды Ghost Gaming. Одного под скрип отправили, двое под мейном, ну и опять же... Товарищ Джеймс забывает информацию для своей команды, говорит, что нету никаких поджимов. Ну и благодаря этой информации команда Ghost Gaming может попытаться занять мидл. Где-то найти минус, но там опять же уже два игрока на перетяжке, на вайтбаксе и на хайвее. Это номер три Купера и четыре Муз. Так что здесь будет довольно тяжело. Ну, флешечка еще на скрип полетела, здесь уже и трое в мейне. Ну, и один лишь контролит мидл. Ну, посмотрим. Депр. Плюс Муз. По идее, могут сдержать, но здесь хороший раз. Полетела на третий. И заход в плент в исполнении Джеймса. Неудачно. Ну что же, 35 секунд. От Купера еще один минус. Ой-ой-ой. Депр, депр. Хороший минус. Но опять же, от Стилы есть размен. Это два в три. Стилу Нептуна надо как-то ставить бомбу. Бомба лежит в пленту. Ну, вот опять же, если Стил найдет, минус будет куда проще отыграть в этой ситуации. Но Купер переговаривает к смерти Нептуна. Ну, и это три в одного. Полгода назад он кометил хуже. Теперь вообще круто. Ну, нет, спасибо, парни. Спасибо в любом случае за поддержку. Да и за критику тоже спасибо. Я люблю критику в любом случае. Если оно конструктивное, они просто, знаете, там, вылили на тебя ведро там. Ну, кометь я всего лишь два месяца. КС полгода назад я не мог кометь. Вы уж извините, что вставил свои пять копеек и в эту тему. Ну что же, поехали. 8-0. Команда United как минимум обеспечила себе уже взятую первую половину. А Гасты, ну, максимум, что могут себе позволить, это семь раундов подряд. Хотя, учитывая сложившуюся ситуацию на карте TheCash, вряд ли кто-то может утверждать, что здесь даже и шести, и пяти рандами. Даже пахнет от команды Ghost Gaming. Скорее, здесь будет дальше уже доминация команды United. Но все может быть. Это Counter-Strike, за что мы его и любим. За что мы его и любим. За понятные вот эти вот, точнее, непонятные перевороты. Как они случаются. Какие-то размены. Просто шикарно может все произойти для команды Ghost Gaming. Ну, для этого нужно поднажать. Откровенно говоря, вот с таким баем на взятый раунд рассчитывать не стоит. Ну что же, с оброзом погибает. Вот два размена в исполнении товарища Муса. Даже уже три. Этот поджим не ожидали. Ну и остается последний Лил Джеймс, который также погибает вслед за своей командой. Это 9-0 и United. Хорошо. Хорошо. Так, ну что же. Занимание медла в исполнении команды Ghost Gaming моментально происходит. Но, опять же, здесь не удается никого найти. Вот что самое, наверное, пагубное. А с оброза идет в пуст. Хороший минус. Там еще и Вардл. А Вардл с Савиком. Вардл с Савиком. Вардл здесь может не жить. Он подгорает. Маленький 41 хб. Там еще один минус. Там этот минус стил. Погибает еще и Вардл. Ого. Ну это 2 в 5. Ну, я не знаю, парни. Я тут всячески пытаюсь эмоционально хоть как-то поддержать команду Ghost. Хоть как-то зарядить ее этой энергией. Но чертовка не идет. Не идет. Ну, давайте посмотрим. Хорошо. Минус еще один от Купера. Хотя здесь все хорошо делает команда United. Акцентировать какой-то конкретный минус как хорош. Наверное, уже не совсем-то и Гоже. А Гаст и, может быть, вейкап. Пора. Пора, как мне кажется, просыпаться. Я думаю, многие сейчас негодуют. Так. Ну что же. Команда Ghost. Снова. С пистолетами. Отправляет пару игроков в мейн. Ну и опять же здесь попытается, наверное, как-то через биду. Но кого-то постановить. Посмотреть, есть ли поджим или нет. И потом уже как-то идти. Выходить. Вот информацию никак не могут добыть. Команда Ghost. Да, сейчас есть флешки. Есть смоки. Есть. Есть вариант хорошо раскинуться и выйти. Но опять же пистолеты. И опять же пистолеты. Но вот, как мне кажется, у United. Единственное, сейчас более-менее уязвимая позиция. Как раз таки Аплэнд. Да, вот немного все-таки United отпускают на одного опорника. Находит минусы. Разменяться никто не успевает. Потому что вот сейчас просочился в Клэнд Депр. Вердл, прошу прощения. Но он здесь погибает вслед за своей командой. Но стил. Хорошие два минуса. Опять же, это толком ничего здесь не решает. Ну, экономик вы сами видите. 16 тысяч. 15, 450. 16, 13, 300. 13, 200. И United просто закупаться будут уже до Талова. Но команда Ghost. К сожалению, пока что не радует глаз. Вообще, честно говоря. Вообще, вот если вот прям откровенно быть с вами, я думал, ну, Ghost 2-0. Я вот прям, вот, вот, думал даже без шансов. Честно. Купер. Находит минус по стилу. Вот опять же, даже без флешек, без всего. Понятно, что первый респаун. Но команда Ghost даже не рассчитывает в голове то, что у команды United тоже может быть первый респаун. И КТ-шник тогда успевает немного быстрее пройти на эту позицию. И с Айвиком дать свою мину. Что сейчас, собственно говоря, и произошло. Ну, вот ровным счетом ничего нет. Ровным. Ну, вот сейчас только джим. Зачем ты раскидываешь все флешки, хотя здесь смоки и... Ну, как-то... Зачем ты кидаешь флешки, если здесь смоки? Ну, такое. Рассчитывал на поджим, но команда United играет крайне дисциплинированно. Ну, вот, наконец-таки, фриказоец в Ардалу. Находит два минуса. И вот она, та самая уязвимая точка. Раскинуть бы смачки и пойти дальше. Но раскидок смоков-то почти нет. Один смок дали на просвет, но там на хайвы уже товарищ Дазл. Ну, здесь нужно ждать. В любом случае еще и товарища Саброза с машины. Ну, и вот. Ой, товарищ Купер, а Саброза как раз-таки с мейна. Посмотрим, что из этого получится. Купер находит минус под Джеймсу. Бус на кваде. Это моментальная информация как минимум по двум игрокам, значит, будет. Если бы прочекали одного из игроков в Ардал, находит минус. Ой, и в Ардал еще один фраг. Это три его исполнения уже в этом раунде. Ну, все, по запросу. Получается информация. Да ладно, двое в полике подгорают. А смока нету, смока нету. Просто откидывать флешку можно и идти депузить. А нет, у него еще и смок был. Он подобрал в последний момент. Четыре, три, две, одна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же это было близко. Но Нептун все-таки приговорил к этой участи. С его последним оппонентом. И первый раунд команда ГОС берет. Ну что же, может быть мы окунемся в сказку. И команда ГОС заберет сейчас три подряд. Пистолетка на смене сторон. И там просто бау-бау. Камбэк какой-нибудь лютый залетит. Ну, опять же, надеемся. Но пока-пока одного раунда, откровенно говоря, маловато. И где гарантия, что и на этот еще одного не заберет? И, конечно же, нет. Ну что же. Прострел от Купера на мид. Кстати, очень рядом. Да и даже залетает по фриказоиду. 29 хп. Ну и здесь Джеймс опять же в роли энтрифрагера пытается найти минус. Ну не, ну не, ну не, ну не. Дружа, так это не делается. Так это не делается. И там на самом деле просили игроки команды United. Два опорника немножко не ожидали. Такой прям наглый прыть в исполнении игрока ГОС. Но смотрим. От соброза, первый минус. Джеймс. Джеймс, хорош. Нашел этот фраг. Ну опять же. На хэдшоте еще. Товарищ Даззл. Купер на хайвей. Ой-ой-ой. Ну здесь Даззл прям четко в тайминг попал. Но вот мне интересно, что там товарищ Варнел делает со своим авиком. Пытается выцелить хайвей. На хайвей пока никого. Ну опять же, есть один игрок на Аплунту. Это Мус. Фрикозоид находит минус. Фрикозоид на самом деле сейчас очень классный мул делает. Закрыть бы ему проход на коннектор и на КТ. И тогда игрокам атаки немного проще можно было бы заходить в Аплунт. Ну что же. От Муса есть первый минус. Неплохо. Размен. Нет. Не будет никого. Размен от Нептуна. Он погибает следует за своим тиммейтом. Ну и Фрикозоид. Мы не по Фрикозоиду была вся информация, что он проходил под мидл. И должны понимать сейчас команды Юнайт, что это выход на коннектор. Соответственно, 12-1. Шикарно. Шикарно. Ну, соответственно, закупаться, я думаю, уже стоит до конца команде ГОСТа. Тут еще и пауза есть. Но такое. Такое. Ну, у тренера, к сожалению, пока что не особо заходит. В принципе, как и у всей команды. Но это ладно. Парни и девчонки, как настроение у вас? Как у вас в столь поздний час? Полдвенадцатого в Москве. У кого-то, наверное, там уже и под утро где-то. На Дальнем Востоке, либо еще где-то. Как дела у вас? Как? Как все? Все ли хорошо? Я еще раз приношу свои глубочайшие извинения за вот такую немножко пиксельную картинку. В том плане, что она, да, в какие-то моменты прям вот размытая. Да, это Full HD стоит, но я вижу сам парню, что она немножко размытая. Я попробую пофиксить это. Либо после карты, либо после этого матча перед следующим BO5. Напомню, что нас еще сегодня ждет BO5, где SWALL Patrol уже ждет своих. Соперников. Кто это будет, Юнайтед или Гост, пока непонятно. Но пока можно судить, что Юнайтед, судя по всему. Но это только первая карта. Дальше еще пик команды Гост. Да, кстати, что немаловажно, у Юнайтед именно это их пик сейчас. Ну что же, от варда лапки есть минус по дазлу, но здесь уже прям нагло, очень нагло играет команда Юнайтед. Пытается уже прям любую атаку на корню, принесите, чем команда Гост Гейминг. Понимаю, что там экономика такая себе. За счет того, что там раунд один взяли Гост, рецепнулись. А вот депр, депр, депр. Все это слышат. Прекрасно. Он слышал игрока, во-первых, сейчас на скрипе. Ой-ой-ой, асхайвай, ты как проспали. Здесь депр, находит минус. Никто на размене, неплохо. Ну и там уже кто придет? А никто не придет. А никто не придет, потому что Соброса остается на КТ. А, соответственно, его тиммейт Купер пошел в обход. Ну, 4 в 2, в принципе, тащибельно. Раскид гранат. Может быть, на очень хорошем уровне, варда лапа как-то слишком нагло. Боже, какие же вот эти вот нелепые мувы. Иногда вот смотришь, даже среди профессионалов. Но у тебя нет никакой информации, ты просто разгуливаешь по планту. Ну как это так? Ну что же, 12-2. Второй раунд все-таки за командой Гост имеется. И это последний раунд в рамках первой половины карты ДКэш. Ребят, ну, я вот честно говорю, вот у меня в компе вообще абсолютно все идеально. Ну, то есть, ну, по сетапу компа и так далее. Все и компоненты, видеокарты, просто все-все самое последнее практически. Так что, проблем не в этом. Я думаю, знаю, в чем проблема. Сейчас попробую пофиксить. Посмотрим. Что будет у нас в последнем раунде? Потеряли уже фриказоид на старте раунда. Мус находит еще минус. Ой-ой-ой, ну там, как-то подоплан там вообще не сдалось у команды Гостгейминг. Ну и остается последний варпл. Ну что же, 13-й, судя по всему, для команды Юнайтед. Так оно и есть. И смена сторон будет прямо сейчас. Неплохо. Баха Джун, да, я прочитал твое сообщение, и я понял. Понял. Я вот тебе это как раз-таки и отвечал. Ты про Сторм, Питер, ты про европейцев? Европейский эквала, что ли? Предыдущий матч. Питер, ты про европейцев? 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 Так, ну что, может быть там полноценный пятый игрок придет у команды ГОСТа? Ну и статистика выглядит примерно таким образом. Ага, вот таким. Ну ладно, в принципе, ребята, если что на шелте, можете посмотреть. Не-не-не, не в бетрейте делаю, не в бетрейте. Так, прицел вам нормально сделаю. Давайте я прям... О-о-о-о-о-о-о-о-о! Сейчас как запаху вам. Тройку. Ргаб минус 3 поставлю, чтобы он прям в центр. И толщину еще влеплю. Вот такой вот прицел. Нормально будет? Или пошире сделаем? Да, да, да. Во, вот это тоже из дома. Запасаем сил, готовим некоторые сюрпризы на грядущий мейджор. Поэтому парни вынуждены здесь немножко ездом комментировать. Я думаю, можно отнестись к пониманию. Еще раз извините. Еще раз извините за качество картинки. Попробую либо в перерыве ее пофиксить, либо попробую ее сделать уже после матча перед следующим БО-5. Пошире сделать? Давайте пошире его сделаем. Вот так вот. Так, ну что-то там действительно затянулось немножко у команды Гост и Юнайтед. Вот это пауза. Возможно, действительно пятый игрок пришел. Макс, команда Гост. Култ. А, опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. Кажется, мы с вами действительно в верном направлении думаем. Опа, опа, опа. Опа, опа. Ониши, верни Кусту. Все пишем в чат, Ониши, верни Кусту. Иначе Кусту не вернется, это будет минус Гост. Иначе Кусту не вернется. Продолжение следует... 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 Так, ну что, вот такая вот статистика у нас, дорогие друзья... У юна тут вообще всё шикарно... Прям настолько вот близко друг другу парни идут, что абсолютно всех залетает... Это говорит о том, что куда бы ни пошла в первой половине команда ГОСТ, да их везде перестреливали. Просто перестреливали. Так, ну что же. Уже без соброза продолжает раунд команды Юнайтед. Здесь под бустом еще и бустом. Еще один минус. Да ладно, да ладно, ну как же с МП9? Уже два минуса оформляет. Но как-то команда Юнайтед здесь в атаке пока тоже начинает проваливаться. Отвар дала минус. Ну, Мус на размене. Ну, опять же, Мус хотя бы бом поставит. Но бом-то падает. Бом-то падает, и ее будут контролировать до конца уже команда ГОСТ. Еще и АВИК сейчас для себя заберут. Все шикарно. Все шикарно в этом раунде от команды ГОСТ Гейминг. Это 5-13. Ну и денег очень мало у команды Юнайтед. Можно какие-то деглы себе позволить. Но, как мне кажется, это шестой для ГОСТ. Какой уровень на фейсите? Восьмой? Ну что, поехали. Смотреть за следующим раундом. Да, как и говорил, с командой Юнайтед не будет пренебрегать своими деньгами. А вот команда ГОСТ пренебрегла осторожным темпом игры сейчас. Стил погибает. На бетке, кстати, еще один опорник есть. Да, и Вардл еще плюс ко всему в пустом на винтах был. Ну что же, выход через скрип с оброза. Получает по себе очень много урона и погибает. Там же еще и Мус остается родовым. Это есть информация по гаражу. Тазл. Ну и 2 в 4. Супер погибает вместе с Мусом. 6-13. Ну вот теперь бай. Вот теперь бай с авиком. И немножко по-другому свой раунд должна строить команда Юнайтед. Так, ну что. 4 АК-47, один АВИК для Купера. Буста, кстати, нет моментального намеда. Я понимаю, что команда ГОСТ регулярно его поджимает и не рискует. Команда Юнайтед играет именно через Булсо Броза. Поджим откуда ты в сотку! Булсо Броза здесь перестрелял. Перестрелял. Опорника на А не было в определенном моменте Фрикозоид. Теперь сюда перетягивается и Фрикозоид будет играть пока что. Такого выстава его, пожалуй, самого важного звена сейчас своей команды. Опорника на А и тоже идет в поджим. Ну, возможно, этот поджим будет оправдан. Но если бы здесь стояло 2 игрока, то даже один размен от Фрикозоида здесь мало, чтобы решил. Скорее, даже был бы плюс для команды Юнайтед. Но так или иначе, игрок с мейна ушел, поэтому здесь Юнайтед продолжают играть в большинстве. Нептун по-прежнему под бустом. Ну и хотят. Хотят все-таки забуститься командой Юнайтед. Возможно, Молик еще сейчас будет. А Фрикозоид! Да ладно, все это время слышал прекрасно попытку под бустом на мидл. И теперь 4 в 4 фрикозоид просто. Просто на мужика уходит на шифте спиной к мейну. Понимаю, что никто смог пушить не будет. Но это было неплохо. Нептун. Минус по Молсу. Ну слушайте, как мне кажется, в следующем раунде в случае проигрыша команды Юнайтед может себе позволить тактикал паузу. Потому что пока, откровенно говоря, все идет очень-очень плохо. Стил находит минус на хэдшоте. Это минус Депр. Есть информация еще по Куперу, но эта информация не была реализована. Фрикозоид остается вдвоем вместе с Вардлом. Бомба установлена. 2 в 2. Да ладно, неужели 4 в 2 отдадут команду Гост? Даззл плюс Купер. Купер прекрасно знает, где игрок. Конечно же. Минус Хевена. И здесь же еще и с Вардлом. 2 в 4. Команда Юнайтед переворачивает раунд и берет 14-й для себя. Но опять же были проблемы и понимание того, как действует в средней части раунда. И с этим надо что-то будет думать. С этим надо что-то будет думать. И пока задел хорошим раундом, могут себе позволить немножко и на ноге поиграть. Как говорится, команда Юнайтед. Но посмотрим. У команды Гост опять же полноценный закуп. 2 авика, 3... Точнее 2 кольта и 1 аук. Ну и на старте раунда Купер идет занимать мейн. Чекать поджим. Поджима никого пока что от команды Гост нет. На коннекторе. Точнее на вайтбоксе играет у нас товарищ Фрикозоид. Здесь же рядом с ним еще и Вардл с авиком. И на сэндбексах товарищ Нептун. В это время. Контроль меда. Исполнение команды Юнайтед. Ну опять же, молодцы парни в том плане, что чекают любой поджим. Потому что опять же, позавчера мы с вами смотрели матч Вейлинс против БИГ. Так там вообще никто ничего не чекал. Вообще. Кстати, для тех, кому вдруг будет интересно. В Вейлинсах игрок летний. Его нужно читать как летний. И наконец-таки эта дискуссия будет прервана. Летний или же Интел. Ну это опять же, к слову, кто любит поспорить насчет правильности произношения никнейма. Здесь информация по скрипу. Муж откидывает Молик. Смог на просвет. Исполнение команды Юнайтед. Но здесь Куста на пусте, на третьих вещах. И флешка по металлу. Приказоид. От Вардла есть минус. Приказоид продолжает играть опорника на дефолте. Но здесь Даззл уже в упоре. Но здесь Куста по нему находит минус. Куста. Куста, Куста похоронил абсолютно всю команду. Юнайтед сейчас. И остается лишь последний дэк. Ну вот как-то так. 14-7. Ну может сейчас тактикал пауза понадобится команде Юнайтед. Или же все-таки по-прежнему будут играть так. Да, да, да. Ну опять же, эта пауза напрашивалась еще с предыдущего раунда. Поэтому посмотрим, что поменяет парни сейчас. Но опять же денег нету. Ай, да ладно. Это попытка форса будет. Ну опять же, задел 7 раундов еще. Можно попробовать поэкспериментировать. Да, ребят, я повторюсь. У всех качество плохое. Я просто вижу здесь опять же негодование и вопроса, что да, вот парни, у всех ли качество на Full HD. Ну вот размыто. Парни, да, это так. Это мой косяк. Я за него приношу свои извинения. Я попробую между картами, либо после матча его пофиксить, как я уже говорил ранее. Поэтому извините. В очередной раз. Но мы продолжаем. Мы продолжаем. У команды Юнайтед, как мы уже говорили ранее, форс. Это 2 дегла, 2 чешки и 1. Галил в исполнении Муса. Но опять же моменталка. И под этот моментал команда Юнайтед будет врываться. А здесь на хайвей должен приказывать. Есть минус первый. Но там бомба уже ставит заброза. Молик полетел на погрузчика. Заброзу как-то слишком широко взял. А Депра есть размен. Но опять же смотрим, что будет дальше. А тут Смеда, Даззл. Ой-ой-ой. Зачекал его Нептун в последний момент. Но опять же хп потерял не столь критическое количество. Но здесь еще Молик под Купер. Молик разгорится. Нет, не разгорит какой-то. Молик вообще слабенький, если честно. Не достает. Не достает под Купера. Ну и Депр. В пленту по-прежнему. Депр блайндовый. Здесь на него сразу два игрока на ноге просто выходят. Купер! Ай-яй-яй. Ну нет. Ну нет. И Даззл последний остается. Но моментально погибает. Ну хотя бы бомбу поставили команду Юнайтед. Понимая, что этот раунд уже точнее следующий. Они будут играть, скорее всего, просто пистолетный. Сделали себе задел на АВИК со следующим. Потому что первых стрик раундов плюс поставленная бомба будет играть, конечно же, с АВП командой Юнайтед в следующем раунде. Ну так, 14-8. Гостгейминг по-прежнему стараются вернуться в эту игру. Но опять же, Куста. 11-1. Просто Куста на секундочку играет лишь со второй половины. А первая половина закончилась с счетом 13-2. То есть 15 раундов его не было. То есть за 7 раундов парень настрелял 11 фрагов. Ну что было бы на первой половине, сами знаете. Ну или не знаете. Может догадываетесь. Это качество 4К. Вы не шарите. Да, это точно. Это точно. Ладно, посмотрим, что у нас здесь на беду. Вардл с коннектора будет контролировать выход с гаража. Здесь дазл. Но опять же, раскидок никаких нет. Поэтому рассчитывать здесь на какой-то суперумный выход. Команды Юнайтед, наверное, не стоит. Ну и вот, пожалуйста, дазл погибает. Ну и команда Юнайтед пользуется вот этой небольшой паузой. Стил находит еще один минус. Минус депр. Там же на пусти еще и мус. Давайте на пусти посмотрим. Мус! И Саброза! По минусу неплохо. А Аплен-то пустой. Ровным счетом пустой. И Саброза на хайвей могут здесь не прочекать. Идет в плен ставить купер-бомбу. Да ладно. И позволит ему это сделать. Но если плента будут... Не выпустят, не выпустят, не выпустят. Конечно, 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 не выпустят. Ну и давайте посмотрим, что здесь придумает товарищ Саброза. Почему пока что информации нет? Сюда же в мейн перетягивается еще и мус. Все, по мусу есть информация. Но Саброза еще один хэдшот. Если Бардела заберет, то это будет один в один. Ай-яй-яй. Убегает. Убегает Саброза на подружечке. Но здесь сверху еще Стилл. И Стилл прекрасно слышит Саброза. Молик. Молик за спину. Хорошая попытка от Саброза. В любом случае, это три минуса от команды Юнайтед. На фулл экономическом, но за исключением двух деглов. Плюс поставленная бомба. Это прям супер круто. Но это 9-14 и 5 раундов всего лишь составляет преимущество команды Юнайтед. А напомним, что первый план закончился с счетом 12-3. Так, ну что же. АВИК в исполнении Купера. А там, кстати, уже товарищ Депрота получает по себе трофически большой урон. И 17-го, нужно выходить. Любая граната здесь, скорее всего, которая настигнет, будет на него фатальный. Ну и здесь контроль Меда. Пуста не будет. Да, пуста здесь не будет пока что. Саброза Даззл в упоре под гаражом. Здесь моментально смог от команды ГОСТ. И дальше контролит с Меда Вардл. Ну вот немного наглость от команды Юнайтед. И Вардл могли бы застать врасплох. Учитывая тот момент, что он здесь просто один играет. Но об этом команда Юнайтед, конечно же, не знает. Но здесь моментально Молик на Сэндбэкса. Смог на коннектор, чтобы как раз-таки от Снайпера огородить себя. Команда Юнайтед выходит. Вот если опять же сейчас будет чекать Вайтбэкс. Ой, плохая флешка. Но здесь Вардл прощает. Ну просто обмен любезностями от двух команд сейчас. И заняли мидл команда Юнайтед. Что дальше? Раскидка. Выход под Б. Но здесь Купер уже с Депром. А там Стил. А Стил с Авиком. И Стил может просто-напросто Купера здесь прочитать в этом моменте. А там... Ой! Ой-ой-ой! А Нептуна-то как я сразу-то не заметил. Боже мой! Команда Юнайтед. Ну и бомба плюс-то ко всему идет именно отсюда. Бомба под эту команду Юнайтед. 25 секунд. Это будет практически невозможно что-либо придумать. Еще и зонящий смог от Нептуна. Боже мой! Да как? Как это возможно? Дазл погибает! Что происходит с командой Юнайтед? Мне кажется, вторая пауза следом должна сейчас быть. 13 секунд. Но бомба не успевает поставить команду Юнайтед в любом случае. Ну и здесь Нептун... Живет. Живет. И Саброза последний. Саброза есть информация. Один ХП. Но здесь не успел. Даже если бы убил. Нептун, а то это все равно был бы провальный раунд. Ну что, это 14-10. Но паузу, как мы видим, с вами не ставят команды Юнайтед. Но опять же он за счет стрика по раундам. Там уже Юнайтед в следующем раунду могут также позволить и два авика. Посмотрим, сыграют они так или нет. Ну а здесь пока что контроль меда от Вардула. Плюс фриказоида. Про скидку в раундам счетом ничего нет у команды Юнайтед. Так, по стилу здесь залетает. Молик подазла. Еще может ХЕшечка туда залетит. А это флешка! Боже мой, какая же это идеальная флешка была сейчас. Ну это 3-5. 3-4. Ладно. Здесь уже не так важно, что было во сколько играет. Это уже раунд для команды Гостгейминг. Хороший минус от Депра. Опять же, Непсун моментально закрывает этот раунд. 14-11 и вот он еще один оружейник. Вы знаете, если бы счет был примерно 12-11, команде Гостгейминг, наверное, даже было бы полезно слить один раунд, потому что слили бы вот эту экономику уже команде Юнайтед. Потому что там капает за каждый раунд просто баснословных денег. Ну что же, команда Юнайтед. Что придумает сейчас? Выход на мидл просто через флешку и смог один. Депра моментально изолирует моликом. ХЕшка под white box. ХЕшка залетает, в принципе, неплохая. Но опять же, мидл удается занять команде Юнайтед. Базл выходит и первый минус. Ну а фриказоид размен, благо успел поймать этот спрей. Потому что первый спрей абсолютно не заходил. Зарикойлился. Ну и опять же, контроль-то мида есть у команды Юнайтед. Но что делать дальше? Контролит выход на КТ фриказоид. Стил на КТ также контролит выход с главки под B. Ну и Нептун. А молика нету, да? Да, молика нету, одна флешка остается. Ой, это все прекрасно слышит, Нептун. В этом-то и проблема. И Нептун сейчас просто должен выходить двоих, забирать первый. Ну все, по второму может и уже, да. Ну и вот здесь соброз. Да ладно, соброза не затушил. И бомба падает. Боже мой, команда Юнайтед, что происходит? Гасты просто-напросто переворачивают эту катку. Вардл находит минус и Купер последует. Купер минус. Купер минус. Купер Тино. Так, выйдет, выйдет. Так, 12-14, дорогие друзья. Команда Юнайтед, ну неужели ты еще одну паузу не хотят поставить? Вот дела-то. Вот дела-то. Что там у Куста у нас уже? Куста 13-5. 1-1 был, 13-5. Но здесь Вардл присоединяется. Да и в принципе вся команда ГОСТ в обороне. А вот, как мы видим в данном сетапе этого матча, оборона все-таки больше решает, чем атака. Но это быстрое занимание меда в исполнении команды Юнайтед. Есть у Казоида. Вардл на подплате. Но здесь Адепра размен. А, слушай, там у Вардл до 20 хп. Ай-яй-яй, ну какой же дайминг. Боже мой. 14-13. И один раунд преимущества остается лишь у команды Юнайтед. А знаете, как сейчас возможно будет? По классике жанра. Юнайтед берут либо 2 подряд, 16-13. Либо один счет дает команде ГОСТ гейминг и берут 2 подряд. И нажимают, а у 16-14 такая спрашивается. Ваат, зачем этот камбэк был? Но команда ГОСТ в любом случае красавчики. Они вернулись в эту игру со счета 13-2. Ну и попытались на ноге пикнуть битву. В принципе, получилось. 64 хп остается у Приказоида. Ну и один игрок контролит выход на мейн. Это с оброза. Просто один под хайваем. И здесь усиление под Б у команды ГОСТ гейминг. Посмотрим, к чему это приведет. По-прежнему контроль меда в исполнении Купера и Даззла. Муз перетягивается также у нас на скрип. О, сейчас под Даззл прилетит, но на Даззл уходит. Ладно. Купертино. Довольно много урона залетает с гранаты. 58 хп уже остается. Немного зонит. Фриказоида, чтобы можно было на широком стреке пикнуть. А там на СНБХ, там еще и Вардл. Ну и Вардл здесь немного не по таймингу выходит. Ну что же, выход на базу А от команды Найта. Давайте посмотрим, чем она увенчается. Это попытка. Пуста в пленту. Пуста прекрасно знает, что уже в упоре за красным имеется как минимум 1-2 игрока. Ну и здесь выходит Даззл. И Даззл делает минус 2. Ну, неужели так оно и случится, как я только что сказал? Ну нет, ну такого уже не может быть. Ну не может. Это просто мистика какая-то. Команда Гостгейминг ошибается в банальнейшем раунде. Обычного выхода под А-плент. Отпустили в упор команду Юнайтед. Дальше уже дискредитировать никак не смогли. Стил. Есть минус с Нептуном на пару. Нептун. Но времени еще довольно предостаточно, что попытка была совершена. Выход на А. Попытка ретейка. Но нет, вот сейчас эта уже попытка, скорее всего, будет аннулирована. Хотя Нептун находит минус. Но вот здесь вот этот товарищ, по идее, должен весь раунд решать. Высход своей команды. Так оно и есть. Так оно и есть. 15-13. Юнайтед 2 маппоинта. Да. Чувствую, если Юнайтед сейчас закроет 16-й, подгорит. Горит в одном месте много у кого. Ну и у команды Гост в первую очередь, я думаю. И на второй карте, я думаю, Юнайтед будет вообще не сдобровать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, начало этого раунда уже без Саброза. Команды Юнайтед 4-5. Давайте посмотрим, что у нас, в принципе, по перетяжкам. Бомба. Выходит плавно. Через Териспавн. Скорее всего, под Б. Вардл находит минус еще и по Мусу. Стил 1 у нас остается. Стил 1 на Б-планту. И... Слушайте, а может еще и минус найдет? Прострел был, но, опять же, не зарегал в тела. Стил на КТ, но его, опять же, зонят смоком. И это будет попытка ретейка 3-5. Бомба уже проходит сплэнт и будет установлена. Да ладно, Стил просто в смоки? Это вообще легально, нет? Купер находит один минус. Вот, если на хайвы подставится еще и Стил, это будет прям совсем плохо. Ну, это все. Это все. Это раунд номер 14 команды ГОСТ. А что я по деньгам и на этот... Денег? Нет. Так, в смысле комментатор спит? В смысле комментатор спит? Не, все нормально. Я просто на секунду микрофон включал, так что нормально. Ну что? Один маппоинт остается командой Юнайтед. Боже, насколько же это комично. Насколько команда ГОСТ Гейминг зависела от одного игрока. Понятное дело, что в матче двух равных команд любой игрок имеет свою ценность. Вклад которого переоценить просто невозможно. Тем более, это Куста. Бесконечно опытный игрок команды ГОСТ Гейминг в прошлом CLG, но... Посмотрим, это врыв на базу от команды Юнайтед. Фриказоид находит первый минус. Куста еще один фраг сплунта. Ну что же, допы нас ждут, дорогие друзья. Судя по всему, да ладно, спрей от Дебра заходит. Минус два на уровне вместе. Ну, боже мой, что же вытворить команды Юнайтед? Это три в три, но два безумно-битых игрока. И Дебра еще один минус такой третий минус. Да ладно, от Стила залетает, от Вардала тоже летит. И есть информация по Дазлу. И Дазлу погибает на 15-15. Серия овертаймов начинается прямо сейчас. Этот матч точно претендует на один из самых зрелищных в рамках этого Intel Extreme Master с квалификацией. Уже закрытых. Боже, как же круто. А там уже с Волл Патролл такие потирают руки. Такие смотрят на первую половину. Ага, 12-3 на этот забирают. Так, бацаки, давайте, кого нам надо. Свэк такой говорит. Парни, give me please this one guys. Это будет команда Гостгейминг. Конечно, слабые. Потом Гостг возвращается. 15-15. Там сейчас, небось, Свэк сидит. Что же делать? Кого выбрать? Ну, это, опять же, немножко, так скажем, фантазии и юмора. Но в каждом юморе есть доля юмора. Остальное правда. Как в каждой шутке есть доля шутки. Ну, посмотрим. Посмотрим. Команда Гостг вернулась в игру со счета 12-3. Напомню. Что был не с самого начала. Сделай, пожалуйста, прицел всегда непрозрачно. Не всегда видно прицел, когда они перебегают. А, ты имеешь в виду целый crosshair outside thickness? Точнее, ядровый outline. Вот так вот, да? Ты, наверное, имел в виду? Ну, посмотрим. Поможет тебе это или нет? Я просто видел, ты не первый раз уже пишешь. Возможно, это у меня не было. Хватит, пожалуйста, мне уже плохо. Да. Тренер забайтил на кэп. Гений, гений. И вообще американский кс, он и крут. Он нереально смотрибелен. Он смотрибелен в том плане, что здесь очень много ошибок. И вот это действительно шоу. А что, любят зрители? Зрители любят шоу. То есть, даже там условно, играли бы сейчас Astralis против команды Ghost или United. Понятно, что Astralis бы там практически внули, переиграли бы за счет класса. Но это бы не было бы так красиво. А вот красивый кс видишь, ну, не так часто в современных реалиях. Тем более, когда ты стримаешь какие-нибудь там мажоры, либо что-то еще. Качество, конечно, жесть. Да, парни, я после карты постараюсь поменять. Если у меня по времени я просто не успею поменять, это после следующей карты. Точнее, после этой карты. То поменяю после матча, перед BO5, где с Wall Patrol уже ждут либо команду Ghost Gaming, либо Юнайт. Я еще раз переношу свои извинения. Извиняюсь уже, наверное, в раз восьмой. За этот час. И извинюсь уже в девят. Да не, парни, какой 3-2-2, вы что? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... да я про погибает от вардула размен от мус есть вот это было неплохо продастил еще на выходит купера и теперь ты по помню информация есть давайте посмотрим соброза откидывает смог и теперь поэтому смогу и можно делать формат что не был подвину время еще много на самом деле у united времени очень много можно еще и подай под б несколько раз перетянуться вот этот молодой человек говорит о том что скорее всего это будет вот и под базу а а здесь и кусты бардал на хайвэе выходит ну что делать теперь соброзе не совсем понятно помню что это пик команды юнайтед и это уже 16 для товарищей из гостгейминг что поехали поехали юнайтед попытки бороться хотя бы на допах уже колюш отдали такое огромное преимущество здесь пора потерь заново если что-то не работает и не термоопасности кубер доходит минус по вардул ну и размен от кусты есть и хотя бы что-то там никто он горит подгорел куста все горит все полыхает на этой карте у нас не только у вас дорогие друзья у кого не зашло полыхает плохая еще и у команды гостгейминг миссии юнайтед что собрался есть минус продолжается выход а здесь нептун в моей не мои не губер его перестреливает ну вот опять же здесь остается последний фриказоид на фриказоиду здесь уже по сути вряд ли дадут затащить и тренд 1316 16 или бунт но команда юнайтед опять же вот сколько раз пытался нагибать получилось гостгейминг правда сами много заигрались и вот вардул как-то кричинка выходил на этот поджим б планта значит то что у него был первый рез но все равно умудрился его проиграть своему оппоненту потому что лишний прыжок мы посмотрим что будет в этом это последний раунд этой серии допов а дальше будет уже смена сторон и команде юнайтед ну по-хорошему этот раунд нужно брать ну что вардул теперь на сэндбэксах и опять же укрепляет мидл команда гост а здесь идет опять же команда гостгейминг просто так уже б планта дается дважды дважды ну вардул пока же двумя минусами также отметился но просто какой-то махачевый парни остановитесь там на гараже уже гуляет еще и купер вардул минус 3 в этом раунде муссо броза остается вдвоем а можем и пацаны и девчата что это такое ну что это такое пусто находит минус по соброзе муссо остается последний но бомбы засветили и примерно понимать должен сейчас куста что как раз таки за бомбой придет еще один игрок но это как раз таки муссо и он уже пришел он уже здесь он уже идет как раз таки за куру за кусты да хотел сказать за кузы все простите заговорился но мусс должен понимать что где-то в районе кт играть где именно вот здесь вот здесь и ставить бпл неужели ты говоришь не говоришь нам развернется идет на а ну не говорите мне прям умоляю угадать ли да как же все близко 20 секунд бомба ставить пора вам оставить пора муссо и он пойдет на здесь вардул а если сейчас на топают ещену с это будет прям вообще г г г ц г Да ладно, его сейчас просто Вардл услышит. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да что ты будешь делать? Как это работает? Команда Юнайтед. Что это за перестрелка вообще на минуту 3 на 3? Как это вообще возможно? Один игрок, напарник на бэпланты у команды Гостгейминг его дарит уже второй раунд подряд. Всё круто. Начинает с плюса у команды. Начинает с плюса команды Юнайтед, но не может удержать этот плюс, потому что моментально лезут в размен на мидл. Там Вардл на сэндбэксах. Бордел минус 3 на миду. Проход-то за... Ладно, всё, я уже не буду, мне прям реально закипает голова от этих моментов, которые вот, ну... Ты понимаешь, что можно было бы сыграть, но куда практичней. Насерная команда лезут, команда Факиса. Это определенно плюс для нас, ребят, потому что это зрелищно, это очень круто. Но в плане качества игры, конечно, здесь очень много изъян. Открепим, звони два класса. Так, ну что, поехали. Очередная серия овертаймов в 16-17. Гасты теперь играют нас в атаке. Юнайтед в обороне. И напомним, что Юнайтед забрали оборону со счётом 13-2. 13-2. Или 12-3. Я уже забыл. Парни, напомните, пожалуйста, 13-2 или 12-3. Улетело из головы. Спасибо заранее. Так, ну и поехали. Поехали. Команда Гост в атаке. Что приготовят в рамках этого раунда? Есть фриказоид под скрипом. Два игрока на гараже. Один на терреспауне пока что. Это Вардл. Вардл, возможно, будет просто прострелить сейчас коннектор. Нет? Нет, не будет. Это здесь не работает, я думаю. Я, наверное, даже уверен. От Купера должен быть минус. Так оно и есть. От Купера ещё фраг по стилу. Есть полная раскидка у команды Гостгейминг. Почему Молли кладётся только сейчас? Почему вот с Буста никто этого не сделал? Я не понимаю. Если вы не видите соперника, это не значит, что его здесь нету. Команда Гост. Ну, практичнее же можно. Можно же практичнее. Ну, вот Вардл. Вардл пока что отдувается за все косяки своей команды. Так, ну что. Попытка выхода уже под Аплент. В меньшинстве команды Гост. Да, проиграет у нас на НБК. Ну и информация, судя по всему, имеется. Да, всё. Теперь имеется информация вот обо 100%. Где и куда будет направлен выход команды Гост. Ну и здесь Молли немного не туда. Нептун получает по голове. Ну и получает по голове здесь также ещё и заказу. Это последний взгляд Вардл, который также погибает. 17-17. Юнайтед. Два раунда для победы. Так же, как в команде Гост. Команда, которая сейчас забирает раунд, автоматически получает себе один маппоинт. Маппоинт. Поехали далее. По первому тайгу сразу скрип занимает НБК. Купер. Не прожмёшь. Не прожмёшь. Ещё и Моллик под него кидают. 80-60. 60 хп на ровном месте. 60 хп. Ну и ладно. В принципе, это не столько редично здесь. Хотя, как посмотреть. Хотя, как посмотреть потом. В лейтгейме будешь говорить. Ага, вот они эти. 30 хп. Либо 40. Как они были важны. Ну, контроль мейна уже в исполнении команды Гост имеется. Их пропустили. Но пока что не зонит команда Юнайт своего оппонента. Есть информация по Депру. Есть информация по дефолту на А. Но здесь как раз-таки зонящие смоки и Моллики прилетают. Остаётся один люркающий игрок под бета Куста. Но вот Куста... Не знаю. Можно было бы ему и дать попробовать как раз-таки поделать фраги. Времени не так много остаётся. 50 секунд. Вот у команды Гост Гейминг, чтобы принять решение. Так, ну что. Врыв от Бэй на Депра. Хороший минус. Но Фриказоид разменялся и бомба спалилась. Поэтому вся оборона может сюда, в принципе, стягиваться. Потому что времени стянуться на Б не так много. Остаётся команда Гост разве что на плюс В. Но будет ли она это делать? Ну, Купер делает разницу пока что в счёте по выжившим игрокам. Времени всё меньше и меньше. Всё, Купера зазонили. Там собрался заходит минус по кусте верующего игрока по... Ой-ёй-ёй-ёй. Приказоид-то последний остаётся. Ну и никуда не уйдёт. Времени не хватит даже на установку бомбы. Если у вас будут зонить, это 18-17 и один маппоинт у команды Юнайт. Один маппоинт. Тактика пауза уже в исполнении команды Гост. Поехали смотреть уже. На очередную серию допов команда Гост Гейминг. Точнее, уже завершение этой первой серии допов. Один раунд остаётся. Отыграть здесь командам либо очередные допы, либо команда Юнайт побеждает. И переходим мы уже на следующую карту. Опа! А Муста ждал этого буста. В исполнении команды Гост. Вардл погибает. Причём Вардл самый стабильный. В последние несколько раундов была команда Гост. И по счёту... А, ну здесь 7-4, ладно. Ну, опять же, это не его счёт, понятное дело. Здесь просто рецептан за счёт перезахода. Меньшинство. Меньшинство у команды. Но это меньшинство Нептун моментально нивелирует. Что будет дальше? Моус. Контролит с хайвэй выход на скрипт. Также и мейн периодически. Ну и команда Гост Гейминг. По-прежнему стоит, ждёт каких-то активных действий от команды Юнайтед. Видимо, на праках, опять же, было такое, что где-то и пушили, где-то поджимали в не самый удобный тайминг для команды Гост. Поэтому играет очень аккуратно. Тем более понимает, что на кону сейчас стоит карта 4 в 4. И это очень, на самом деле, неплохо для команды Гост. В первую очередь, потому что именно они атакующая здесь страна. И атака, когда находят один в один размен, в плюс всегда остаётся именно атака. Как раз-таки за счёт того, что появляется наибольшее количество пространства на карте. Ну что же. Это выход под базу Б. От команды Гост. Посмотрим, что из этого получится. Ну, Купер в очередной размену начинает. С оброза Купер. Ну, дорогие друзья, это 1-0. Команда Юнайтед дискредитирует своего соперника в рамках карты ДКэш. И всё было очень-очень неплохо. Гост вернулись в игру. Но, опять же, это того, как мы видим, с вами не стоило. Ну что же. Мы с вами уходим на небольшую музыкальную паузу. Вернёмся уже на вторую карту. Так что не скучайте. Продолжение следует.